Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главная тема дня. Баку включил памятники Арцаха в список и будет уничтожать их по очереди. Рафик Куртушан. Возможно, однажды мы продолжим начатое в Арцахе. Мечеть вместо церкви Суб Амбарцун Берцори. Сыны Западной Армении Удегрант Кенкулян. Турецкие учебники промывают мозги ученикам, отрицая совершенные против народов геноциды. Отчеты по праву возвращения армян Арцаха для представления Международной инстанции. Анаит Арутюнян. Мать Божество от Анаит Белмарьян. 19 сентября 2023 года, когда Баку начал войну против Арцаха, подвергнув армян угрозе геноцида и принудительно выселив их, затем стало известно, что Азербайджан начал постепенно уничтожать историко-культурные памятники Арцаха. Азербайджан приступил к удалению армянских следов из Арцаха еще после 44-дневной войны в Арцахе. Известны несколько случаев, когда азербайджанская сторона уничтожила армянские памятники, включая церкви, такие как Сурб-Амбарцум-Бердзори, церковь Сурб-Ованес-Канаджам, шуши, мемориальные комплексы, посвященные героям погибшей в Арцахской войне, в Атерке и Гетаване, церкви Гадрута, Чаректара и прочие. На данный момент мишенью Баку стал памятник «Мы и наши горы», установленный в Степанакерте в 1967 году, известный всем под названием «Бабо Дето». На днях сайт «Монумент ВОЧ» сообщил, что Азербайджан начал процесс присвоения этого памятника. Согласно «Монумент ВОЧ», Азербайджанский сад «Культуров Азербайджан» распространил заявление, где говорится, что памятник «Мы и наши горы» был построен в городе Хэнкенди Азербайджана в 1967 году, и он является одним из многочисленных примеров многокультурности и национально-религиозной терпимости Азербайджана. Таким образом, Баку, как и всегда, продолжает искажать реальную историю. Десятая провинция Великой Армении в центре внимания. От Тиграна Великого до современных европейских ученых. Археологи начинали открывать тайные истории, начинали освобождать множество памятников и археологических объектов из плена земли. Об этом уже говорят в прошлом времени, но также и с нескрываемой надеждой. Возможно, однажды они снова продолжат начатое в Арцахе. Государственный совет по защите культурного наследия Арцаха бьет тревогу. После сноса церкви Сурб Амбарцум в Бердзоре на ее месте власти Азербайджана строят мечеть. Государственный совет по защите культурного наследия Арцаха еще в сентябре 2022 года сообщил о намерении азербайджанских властей превратить церковь Сурб Амбарцум в мечеть. Сыны Западной Армении – Уди Гранд Кенкулян. Гранд Кенкулян, более известный как Уди Гранд, был мастером игры на Уди – струнном инструменте, похожим на лютню. Его современные интерпретации мелодии и неповторимый стиль игры оказали огромное влияние на музыкантов следующих поколений. Кенкулян родился в 1901 году, часто переезжал с семьей, пытаясь укрыться от зверств геноцида. Кенкуляны переехали в Константинополь, где учителями молодого музыканта были известные армянские исполнители того времени. Настоящая известность пришла кенкуляна после турне по Соединенным Штатам. Был хорошо известен любителем народной песни, исполнял песни на армянском и на турецком. Среди поклонников были люди, говорившие на обоих языках, также много греков. Подобная популярность армянского музыканта в Константинополе была уникальна, особенно если учесть, как мало времени прошло с окончания резни. Уди Гранд Кенкулян скончался в 1978 году, похоронен на армянском кладбище в Сисле, возле Константинополя. Уди Гранту поставили диагноз «слепота» всего через несколько дней после рождения. Несмотря на несколько попыток постановить зрение хирургическим путем, исполнитель оставался незрячим до самой смерти. Турецкий журналист, расследователь Узай Булут на сайте института Гетсоун опубликовал статью «Турецкие учебники, переворачивающие историю с ног на голову». Булут написал, что государственные органы Турции преследовали коренные народы Западной Армении, в частности, понтийских греков и армян. В 20 веке османская Турция в значительной степени уничтожила эти народы, осуществив геноцид. Однако турецкое правительство рассматривает геноцид как необоснованные утверждения греков и армян. В учебниках по истории Турции заголовки, которые раньше назывались «проблема понта» и «армянский вопрос», теперь изменены на необоснованные утверждения понта и необоснованные утверждения армян. Турция также отрицает, что армяне, осирийцы и греки – коренные народы тех земель, на которых турки поселились через века, захватив земли и уничтожив живущих там людей. Прискорбно, что турецким школьникам, которые понятия не имеют о реальной истории своей страны, промывают мозги ложью о происхождении своей страны и сеют ненависть к тем, которые стали меньшинством. Турецкие дети не виноваты, что не знают истинной истории своей страны и фактов о геноциде против меньшинств. Их кормят ложью о том, что армяне и греки были меньшинствами, которые веками счастливо жили в Османской империи, пока европейские державы не побудили их восстать против своего правительства. Напротив, так называемые меньшинства в Османской империи всегда подвергались давлению, рабству, нападениям, грабежам, похищениям, изнасилованию и резне, кульминацией которых стал геноцид 1915 года. Эти меньшинства даже не считались второклассными гражданами. Они не имели никаких прав и находились под милостью своих жестоких правителей. Пулл четко охарактеризовал образование турецких школьников как дезинформацию преднамеренной искажения и исторический ревизионизм. В интервью с сайту Аравотаэм Анаит Арутинян представила деятельность группой из 30 американских адвокатов армянского происхождения, которые основали новую структуру с целью содействия в защите прав армянских военнопленных. Инициативу возглавляет судья из Калифорнии Кассия Абгарян, которая координирует сбор фактов о пленниках и представление отчетов международным организациям. Комитет ООН попыткам уже отреагировал на этот вопрос, осудив пытки, применяемые Азербайджаном к армянским военнопленным. Эта реакция считается большой победой, подчеркивающей широкое признание международного сообщества и требования немедленных действий. Организация продолжает активно работать с семьями пленных, обеспечивая осведомленность международных структур о ситуации и способствуя возвращению пленных армянской стороне. Также представлены отчеты о блокаде Арцаха, депортации арцахцев и право на их возвращение, в которых международные эксперты квалифицировали произошедшее как геноцид. Национальный совет Западной Армении поддерживает все правовые инициативы по защите прав армян, будь то в Западной Армении или в Арцахе. Необходимо как можно скорее обратиться в международные инстанции. Тем не менее, один из основополагающих моментов – получение мандата от населения Арцаха, а не разделение прав армян Западной Армении и Арцаха, что противоречит всем юридическим стратегиям. 21 сентября 2024 года при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Восточной Армении и по сорт Великобритании и Северной Ирландии в Музее истории Восточной Армении откроется международная выставка «Мать божеству Атанаид до Марям». Образ богини сформировался на территории Армянского Нагоря в каменном веке, символизируя преемственность рода. Ее считали одним из вселенских божеств – символом продородия и материального благополучия. После принятия христианства ее образ был добавлен к образу матери божества Марьям, включая также черты богини Анаид. Храмы стали храмами божества. Присоединяясь к историческому и уникальному событию, 15 сентября в Ереване правительство Западной Армении проведет конференцию, посвященную символу мудрости Анаид. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok